ДНК на службе закона, а в экспертно-криминалистическом центре МВД по Чувашии открылась новая лаборатория. Комфортная городская среда идет в села. К федеральному проекту присоединилась Батарева. Тепло в домах. О готовности республики к осенне-зимнему сезону говорили сегодня сразу на двух совещаниях у главы Чувашии и на еженедельном совещании в столичной администрации. Отопительный сезон в республике набирает обороты. Сейчас температура воздуха держится ниже положенной отметки в 5 градусов. Но большинство муниципалитетов начали подавать тепло в больницы, школы и детские сады, не дожидаясь холодов. Одним из первых начали подавать тепло на объекты социальной сферы это в Аликском районе, Красноармейском, Маргарском, Урмарском, Цивильском и Янтикских районах и городе Чебоксары. Близки к завершению работы в Шумуршинском и Брестинском и городе Чебоксарах и в Урмарском районе. Также незавершенным остается мероприятие подачи тепла на объекты в 10 муниципальных образованиях. Основной пуск тепла будет произведен в период со 2 по 3 октября. Если большинство социальных объектов тепло уже получили, то в ряде школ отопительный сезон пришлось перенести где-то на 3 дня, а где-то на неделю. В частности в Канажском районе одна школа, Табурдановская, там не получают пока, там подключат, завершат ремонтные работы 7 октября и сразу подключат. И у нас Шумуршинский район, там Юмонайская средняя школа имени Архипова, они получат 10 октября. Там есть у нас задолженность поселения и этот вопрос решается. Когда именно начать отопительный сезон в муниципалитете решают руководители администрации. Только после подписания их распоряжения запускают тепло в жилые дома. Полностью запустили дома в тепло в Альковском районе, Ибресинском, Маргаушском, Урмарском, Шумуршинском, Ядрецком и Яльчевском районе. По Алатариуму у нас сегодня в принципе должен быть разрешен вопрос получения разрешения между регионом газа и в принципе пуск тепла будет обеспечен. Не просто обстоят дела в городе Шумерля. В правительстве республики проблемные вопросы держат на контроле. Отопительный сезон в этом муниципалитете должен начаться в ближайшие дни. Все вопросы по городу Шумерли там будут сняты соответственно и в отопительный период войдем в нормативные сроки соответственно и обеспечим полностью теплом. В отдельном случае на бумаге все хорошо, а по факту вот ситуация такой сталкиваемся. В отдельных муниципальных образованиях мы давали тепло по отдельным объектам, я помню, даже в ноябре месяце. Конечно, такого не должно быть. Вот касаясь года Шумерли, власть меняется, глава администрации, один, второй, команда формируется и никак ответственные решения не могут принимать. Подача тепла в жилые дома должна завершиться в ближайшие дни. Как продвигается эта работа, руководитель региональной жилищной инспекции каждый день будет докладывать главе республики. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Почти во всех чебоксарских домах горячие батареи, но часть объектов города остается без тепла. Это связано с ремонтом сетей и котельных. Его закончат до 5 октября. К горячему сезону готовится и снегоуборочная техника. В этом году очищать дороги и дворы будет 92 спецмашины. Вся спецтехника оснащена спутниковой системой мониторинга, благодаря которой имеется возможность наблюдать за работой машины в режиме реального времени. Такой контроль позволяет оперативно корректировать маршруты выполняемых работ, направляя технику на наиболее проблемные участки города. Помощь дорожникам заготовлено больше 46 тысяч тонн песчаной сельной смеси и щебня. Несмотря на осенний сезон, ямочный ремонт продолжат. Сейчас администрация объявила конкурс на поставщика асфальтобетонной смеси. Прозрачность и открытость аукционов – первостепенная задача. Глава столичной мэрии обратил внимание на важность качественной подготовки технических заданий и проектных документаций. И жалоба поступает на неправильно подготовленные технические задания. Потом мы с этим боремся, срываем сроки, срываем срок исполнения контрактов, хотя изначально на стадии подготовки технического задания могли бы этих ошибок избежать. По каждому такому случаю идут проверки, ответственных наказывают штрафами. Чтобы срывов стало меньше, Центр Организации Закупок регулярно проводит освещения и обучающие семинары. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. У Министерства внутренних дел по Чувашии появилась собственная ДНК-лаборатория. Высокотехнологичные исследования больше не придется заказывать в других регионах, что существенно сократит сроки раскрытия преступлений. Есть очки специальные, которые способствуют обнаружению, так скажем, невидимого. Здесь в этом стикере вырезанном имеется немного слюны. Вы ее сейчас видите? Нет. А если одеть очки, то разглядеть ее представляется возможным. Собирать биологические следы с мест преступлений начали в конце 80-х годов прошлого века в нескольких странах, в том числе и в Советском Союзе. Однако геномная база была создана позже, в начале 2000-х. Первая же ДНК-лаборатория появилась у московской полиции три года назад. А сегодня она есть и в Чувашии. За последние пять лет количество лабораторий увеличилось на сегодняшний день до 62-х. Это 62-я лаборатория. Еще в этом году будут открыты четыре. В следующем году еще планируются четыре лаборатории. То есть к концу 2018 года будет 70 лабораторий. Одна в ЭКЦ МВД России и в 69 субъектах Российской Федерации. Уже упоминалась федеральная база данных геномной информации сегодня. Упоминалась возможность обмена данной информации по защищенным каналам связи, поскольку так необходимо. Без такой лаборатории вообще на сегодняшний день работать нельзя. Новая лаборатория оснащена по последнему слову техникой. Ее создание обошлось в 50 миллионов рублей, которые выделили из федерального бюджета. Оборудование двух видов – стационарное и переносное. До недавнего времени ДНК-исследование приходилось заказывать в Казани. Это по фактуру времени на самом деле быстро не получалось. В определенных случаях, наверное, и качество страдало. Сейчас, на сегодняшний день, эффективное взаимодействие позволит качественно выявлять эти объекты и привлекать преступника к ответственности. Сегодня ДНК-лаборатория – структурное подразделение экспертно-криминалистического центра МВД. Работают здесь свои же сотрудники, прошедшие специальную подготовку. Сергей Лисицын, криминалист с 20-летним стажем, признается, его мечта сбылась. Это приборы, которые позволяют это работать. Это мечта, наверное, всей жизни осуществляется. Чувствуете, наверное, людей, которые окрыленные летают. У меня с открытием этой лаборатории действительно эта мечта осуществилась. В такой современной лаборатории европейского уровня, может быть, даже мирового уровня, действительно, мы работать будем. Но каким бы интересным ни был процесс, результат полицейским важнее. ДНК-анализ сегодня – самый информативный и достоверный способ установить личность. А значит, подписывая заключение, криминалисты могут спать спокойно. Виновные не уйдут от наказания, они виновные будут оправданы. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чубаксарах продолжается операция «Должник». Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами с помощью специальной электронной системы проверяют водителей на предмет неоплаченных штрафов, налогов или алиментов. Затем, как это происходит, наблюдал Рифат Фаткулин. Взмах жезла и проверка документов по базе данных. Штрафов нет у дачной дороги. Нашли в списке должников, автомобилистов просят пройти в машину, где их встречает судебный пристав. По фамилии, имени и отчеству здесь узнают обо всех грешках автолюбителей. Должником человек становится, если не оплатил штраф в течение 60 дней. Таким нарушителям придется заплатить штрафные суммы в двукратном размере. В случае, если должник отказывается самостоятельно оплатить задолженность, студент-процесс-исполнитель накладывает арест на данную машину и принимает процессуальное решение об изъятии данного автомобиля и постановке его на специальную автостоянку. Тем, у кого совесть чиста, зеленый свет. За то время, что мы дежурили вместе с приставами, в поле их зрения попались, может, и не очень дисциплинированные водители, но зато ответственные плательщики. У меня никаких задолженностей нет, я постоянно свои задолженности проверяю через госуслуги. Да, у меня все чисто. Стараюсь оплачивать вовремя. Если штрафы там есть 20 дней, то есть можно оплатить 50%. Это даже здорово. Подобные рейды судебные приставы совместно с автоинспекторами проводят регулярно. Чтобы не почувствовать на себе действия принципа неотвратимости наказания, они рекомендуют вовремя оплачивать все долги и ехать со спокойной душой. Рифат Фаткулин, Арына Гавилян, Республика. Мы продолжаем следить за тем, как реализуют в Республике программу формирования комфортной городской среды. На этот раз репортаж из села Батырево. Хоть программа и называется формирование комфортной городской среды, это не значит, что в ней не могут участвовать, к примеру, села. В Чувашии первом этой возможностью воспользовалось село Батырево. В этом году там сдадут два объекта. Первый – сквер по улице Советская. Это была заброшенная территория рядом с цехом по обработке металла. Сейчас в будущем сквере укладывают брусчатку, затем завезут чернозем и саженца растений. Чтобы люди отдыхали, танцевали, гуляли. Получается, здесь планируется тоже для бракосочетания, чтобы приезжали, гуляли. Следующей весной мы уже приезжаем и наслаждаемся мы с вами гуляем по этому, так сказать, скверу. Второй объект, который в этом году благоустроят по программе – дворовая территория для четырех многоквартирных домов по улице Гагарина. Здесь начали с ремонта дороги и тротуаров. Планировано тут проезжая часть шириной 4,5 метра и в трех местах уширением дороги до 6 метров. Предусмотрен также у нас еще тротуар шириной 1,5 метра с установкой и поребриками. Я вижу, что дорога достаточно протяженная. Сколько в общей сложности метров? Да, общая протяженность у нас 300 метров, она. И тротуар тоже 300 метров. А вот здесь разместят игровую площадку, качели, поставят баскетбольное кольцо. Проект мы согласовывали с населением, были сходы граждан, где мы учитывали их мнение. Вот они обязательные условия были, чтобы во дворах были детские игровые площадки. Собрание проводили, вместе с жильцами все согласовывали, куда, что, что, как делать. И как помочь, жители тоже у нас помогали. Сначала субботник, тут же все было это, убрали все. Субботник устроили, все жители села выходили, все убирались, площадку подготовили. В общем, весь мусор убрали, все в порядок приводили. Софинансирование – обязательные условия программы формирования комфортной городской среды. В данном случае проезд, тротуары, детская площадка, парковка, освещение и скамейки. Обошлись жителям примерно в 500 рублей с квартиры. К программе планируют подключиться и другие населенные пункты района с численностью населения больше тысячи человек. Дворовых территорий у нас еще много, неблагоустроенных. Есть над чем работать. Теперь народ продвинутый, интересуется активно. Жители видят, как у соседей, так же, ну и тоже начинают проявлять активность. Сейчас в администрации разрабатывают план до 2022 года. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. Красноармейский район наравне с Чебоксарами станет центром празднования Дня Республики. Соответствующий указ подписал глава региона Михаил Игнатьев. Глава Чуваши подчеркнул, что для муниципалитета, принимающего главный республиканский праздник, открываются возможности для повышения инвестиционной привлекательности. На подготовку ко Дню Республики Красноармейский район получит специальный грант на развитие общественной инфраструктуры. Членам правительства поручили разработать подробный план мероприятий. С учетом предложений, прежде всего, самих муниципальных образований, обращаю внимание городских властей, обращаю внимание органов власти Красноармейского района, для того, чтобы те объекты, которые нужно начинать и завершать, чтобы мы могли завершить. Ну и грант предусматривается муниципальному сельскому району. Это 10 миллионов рублей, кроме всех тех средств, которые мы предусматриваем в бюджете республики. Ну и по городу всегда выделяли, и при уточнении бюджета будем выделять. Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций промыслов. Такое звание получил фестиваль Тюрки России на региональном конкурсе национальной премии Russian Event Awards. Напомним, фестиваль впервые состоялся в столице республики в конце лета. В региональном конкурсе участвуют 191 проекты из Приворского и Уральского федеральных округов. В финал вышли 102 проекта, в том числе и фестиваль Тюрки России, который прошел в Чебоксарах в рамках Дня города. Следующий этап – финал национальной премии в области событийного туризма премии. Он пройдет в конце октября в Липецке. Межрегиональный фестиваль «Семицветик» – это как раз тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Регионы Волговятского экономического района представили традиции и обычаи своих предков. Аутентичность – понятие объемное. Родной язык, народные костюмы, национальная кухня, традиционные ремесла. Рассказать о своем крае посредством живого общения – вот главная задача, которую поставили перед собой организаторы. Фестиваль называется «Семицветик», приезжают в семи регионов, значит, они приезжают со своими песнями, со своими танцами и не только, мастерами со своими. Расписанные узорами зеленые тюбетейки – оригинальные костюмы наших соседей. Татар видно издалека. На этот раз они еще и провели мастер-класс по изготовлению свистулек. Удмуртия удивила лаптями и соломы, а Марийца – своей национальной кухней. Мордовия привезла расшитые платки и разных форм скатерти. Продолжая вековые традиции, женщины не снимают пало с головы, подсмеиваясь над собой, потому что пало переводится как гриб. Мы исполняем фольклорные народные песни для сохранения традиций, для передачи самого богатейшего в истории нашего народа, молодому поколению, ну и для исполнения для всех любителей прекрасного. Белые рубахи, кипе, черные штаны и один из главных элементов – красная лента на поясе. Это наш чувашский национальный костюм. Семь ярких лепестков, символизирующих народы, у каждого из них своя история. Но на фестивале это была дружная многонациональная семья. Александра Иванова, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. В Кугейсах прошел заключительный этап четвертой спартакиады работников государственных учреждений культуры и искусства Чувашия. Их настрой не изменила даже погода. Дождь не помешал участникам выложиться по полной программе. Эстафета по плаванию, легкая атлетика и прыжки в длину с места. Около 250 сотрудников из 26 учреждений культуры боролись за главный приз – Кубок спартакиады. По итогам соревнований бронзу завоевал Чувашский государственный институт культуры и искусства. Серебро досталось сотрудникам Министерства культуры Чувашии. А победителем спартакиады уже второй год подряд стала команда Чувашского государственного драматического театра имени Иванова. Там те, они молодцы. Поэтому так держать, только я в следующем году не отдавал их. Держите. Ну, мы будем бороться. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До свидания.